С помощью такого незамысловатого способа мы просеиваем землю и пытаемся найти все, что не видим глазами, не можем пощупать руками. Искали сбитый в 41-м году самолет, нашли останки красноармейца, символично, накануне Дня Победы. Поисковики из отряда «Вымпел» продолжают раскопки в лесу между деревнями Липки и Синьково. На второй день экспедиции задач много – эксгумировать найденные костные фрагменты и попытаться найти то, что поможет узнать имя погибшего героя. Был удар каким-то тупым предметом в область центральных зубов на нижней челюсти. Почему тупым? Потому что костей никак, осколков нет в кости. Поэтому тупым предметом, возможно, прикладом били бойца. Это ранение не было смертельным. По особенностям строения черепа специалист определил погибшему лет 20-25. И пока это все, что удалось узнать поисковикам. Если мы, может быть, найдем сегодня ложку, которая, может быть, в голенище сапога носили, вот, на ложке всегда есть нацарапанные фамилии, тогда это еще один момент, когда мы можем опознать бойца. Обстоятельства гибели установить сложно, можно лишь предполагать. Вероятно, красноармеец прибыл сюда с пополнением. Повоевать толком не успел. На это указывает большое количество боеприпасов, найденных рядом с останками. Не успел наш боец Красной Армии активно использовать их во время боест-столкновения с противником. Был либо ранен, возможно, от артиллерийского снаряда, значит, либо авиационной бомбы. Вот. Его могло просто-напросто присыпать земле. Найти ответы на все вопросы – такова цель поисковиков. В этот лес они еще обязательно вернутся, чтобы продолжить раскопки, только уже в расширенном составе. К работам присоединятся отряды «Китиш» и «Азимут». Я надеюсь, что совместными усилиями мы дообследуем эту территорию, и на этой территории будут найдены фрагменты скелета, которые сегодня мы не смогли найти. И, конечно, поисковики надеются найти смертный медальон, чтобы установить личность погибшего красноармейца и затем уже разыскать его родных. А пока найденные останки будут храниться в храме села Оксингена. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...